Дмитрий Дудко У севастопольских следователей торжественное собрание в честь профессионального праздника. Награды за скорость. Организаторы подвели итоги автомобильной горной гонки «Лабораторное шоссе». Правительство Севастополя сняло ограничения на предоставление общественной организации «Ночные волки» 276 гектаров земли у горы Гасфорта. Мотоклуб намерен провести общественные слушания. Напомним, территорию планируют использовать для популяризации различных видов спорта и создания центра патриотического воспитания. Подробности далее. Действие договора аренды с мотоклубом «Ночные волки» возобновлено. Напомним, 12 мая правительством Севастополя принято постановление о передаче 276 гектаров земли у горы Гасфорта общественной организации «Ночные волки» под создание на этой территории патриотического центра с уклоном на экстремальные виды спорта. Решение в свое время вызвало резкую критику со стороны депутатов законодательного собрания. А 22 мая действие документа было временно приостановлено. Мы приостанавливали действие данного договора аренды. Но этот договор аренды, он зарегистрирован в установленном законном порядке. Вносится арендная плата за его использование. Поэтому считаем необходимым принять распоряжение, внесение изменений в распоряжение губернатора города Севастополя от 22 мая 2015 года. Об этом проекте вы услышите, об этом проекте узнают все севастопольцы и не только севастопольцы. Этот проект будет именно центром патриотического воспитания. Презентация этого проекта, естественно, общественное слушание будет проходить. Достигнут ряд договоренностей для того, чтобы с многими министерствами, ведомствами и структурами по участию в этом проекте. Подчеркиваю, это будет проект центра патриотического воспитания. Без каких-либо отступлений от этого направления. Кроме того, отдельным распоряжением правительство утвердило временное положение о порядке проведения аукционов на заключение договоров аренды на лесные участки особо охраняемых природных территорий. Напомним, изначально было определено 6 зон, там и в прошлые годы оказывались туристические услуги. Речь идет об урочище Аязьма, Тороповой даче, территориях вблизи Сухого ручья, Скильской пещеры, пляжах Дельфин и бухте Ласпи. По словам докладчика, сдача в аренду участков лесного фонда до принятия местного регламента разрешена действующим законодательством и согласована Федеральным агентством лесного хозяйства. На протяжении многих лет деятельность по предоставлению в частности рекреационных услуг туризма и отдыхающих на территории города Севастополя приносила немалый доход лесному сектору, финансируемую из бюджета, при этом снижая нагрузку на бюджет государства, а также обеспечивала поддержку этих участков в надлежащем санитарном состоянии. Вместе с наступлением пожароопасного периода наблюдается колоссальный приток туристов. По словам Сергея Скоробрехи, только за последние три дня было проведено 570 бесед с курортниками, и 300 человек согласились перейти на оборудованные территории. Когда организованный туризм так и в городе, так и в лесу, то есть кого спросить и есть что людям предоставить. Сегодня мы только осуществляем государственный контрольный надзор в лесу. Мы в лесу сегодня ничего людям не предоставляем. Для того, чтобы мы могли регулировать сегодня лесные отношения, нам это дает право 6 ФКЗ регулировать свои лесные отношения, если бы у нас регламент сегодня был лесной, то нам такого данного порядка не надо было. Мы бы действовали согласно лесного кодекса. Лесные участки предлагается сдавать в аренду без права капитальной застройки сроком максимум на 10 лет. Это прописано в земельном и лесном кодексах. Специально сформированная комиссия разработает прозрачные условия по проведению аукционов. Анна Малышко, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Внимание у жителей и гостей города. Сегодня северная сторона Севастополя и поселок София Перовская остались без воды. Это связано с аварийными работами на сетях городского водопровода. Завершить ремонт специалисты обещают ориентировочно к полуночи. 25 июля сотрудники органов следствия России отметили профессиональный праздник. В Севастополе торжественное собрание провели сегодня. Лучшие работники получили благодарности и медали за безупречную службу. 10 человек приняли присягу. В нашем городе следственное управление образовано 24 марта 2014 года. Почти за полтора года работы структуры возбуждено около тысячи уголовных дел. Расследовано более 700 преступлений. Порядка 500 уголовных дел направлено в суд. Это убийства, мошенничество жильем и землями, невыплата заработной платы, разжигание национальной вражды в сети интернет, половые преступления, в том числе и в отношении детей. Сейчас в следственном управлении трудится 107 сотрудников. Из них 92 офицера и 15 рабочих. Это очень торжественный и волнительный момент для меня. Принятие присяги, обязуюсь не нарушать и придерживаться законодательства Российской Федерации. Следственный комитет – это могучий орган, который приносит большую пользу нашему обществу. И будучи сотрудником Следственного комитета, я понял, что я занимаюсь действительно нужным делом, приношу пользу нашему обществу, создаем безопасное общество для наших детей. Следователь должен, во-первых, любить, прежде всего, любить свою профессию. Это основное. Теперь, так сказать, не обращать внимания на все трудности, потому что вовремя не пообедаешь. Тебя могут вызвать в любую непогоду. Завтра в Севастополе отметят День крещения Руси и тысячелетие представления святого равноапостольного князя Владимира. Программа празднования насыщенная. В 6 часов утра начнется крестный ход с мощами крестителя Руси от Владимирского собора, усыпальницы адмиралов, до Свято-Владимирского собора в Херсонесе. Там же представители духовенства совершат праздничное богослужение. В нем также примет участие делегация казахстанской и кубанской метрополии. По окончании литургии священнослужители и прихожане пройдут крестным ходом вокруг собора. После чего на главной площади храма будет совершен молебен. Далее торжества переместятся в центр города. В 14.00 на площади Нахимова состоится возложение цветов к вечному огню у Мемориала Героической обороны Севастополя. А завершится День крещения Руси праздничным концертом на площади Свято-Владимирского собора в Херсонесе. В Севастополе подвели итоги автомобильной горной гонки «Лабораторное шоссе-2015». Она прошла по одноименному участку трассы длиной чуть более двух километров. В соревнованиях принял участие 41 экипаж из Симферополя, Бахчисарая, Севастополя и городов Южного берега Крыма. Состязались гонщики в двух классах «Стандарт» и «Спорт». В первой категории за победу боролись только любители, во второй – профессионалы, неоднократные участники заезда в различных уровней. Сначала прошли ознакомительные и квалификационные гонки, а затем три боевые, как их называют спортсмены. Среди профессионалов в классе «Н-1» победителем стал экипаж в составе Симферопольца Ильи Кулика и Севастопольца Тиграна Мурадяна. В категории «Н-2» золото у ялтинцев Игоря Журавлева и Валерия Солея. А среди любителей в классе «Стандарт-1» первое место у нашего гонщика Евгения Белоусова. Высшая ступень пьедестала почета в категории «Стандарт-2» также у севастопольцев Сергея Гурина и Даниила Квятковского. В классе «Стандарт-4» победу праздновал Евгений Недобитков. Организаторы соревнований собираются провести похожую гонку в ноябре. Трассу пока выбирают. Горная гонка, то есть старт и финиш должен быть выше старта. Она достаточно короткая, но она извилистая, очень-очень хороший асфальт. То есть, да, серпантин, подъем Победы, который проходил в Орлином, там все-таки был очень скользкий асфальт. Мы тоже там приехали, немножко так ударились об борт. А здесь очень хороший асфальт, и те, кто поставил правильную резину, у них сипление. Севастопольский боксер Руслан Зубайчук стал победителем седьмой летней спартакиады учащейся молодежи 17-18 лет, которая завершилась в подмосковном Раменском. Золотую медаль наш спортсмен завоевал по итогам трех поединков, главный из которых он провел против чемпиона Центрального федерального округа Ивана Козловского. Награда высшей категории пока единственная в копилке севастопольских спортсменов из семи видов программ спартакиады. Руслан Зубайчук стал полноправным членом сборной России, а в планах у боксера выступление на Олимпиаде 2020 в Токио. И на этом наш выпуск завершен. В студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.